Друзья мои, добрый вам вечер! Вопрос хороший такой мне задали, человеческий очень, заботливый. Как вообще живут священники женатые? Вот они обращаются ко мне, говорят, вот монах. Ну, понятное дело. Сказано, пошёл, встал, сел, поехал, там, не знаю, служи, не служи, делай, что скажут. Как солдат просто в срочной службе. Да, похоже. Монах очень похож на солдат срочной службы. Священник женатый? Это архиерей своей малой церкви. У него есть малая церковь, у него есть жена и дети, а вместе с женой и детьми целая сфера ответственности за свою малую церковь. Кроме него, за него никто отвечать не будет. Как они, эти священники, живут? Что я могу сказать? Я-то не женат священник. Я только могу сказать с огромным уважением к тем женатым священникам, которые я вижу вокруг себя, и с огромной теплотой по отношению к ним, к их подвигу, который они совершают. Вижу, у них есть помощь Божия от них, им даётся, от них она видна. А помощь архиерея, который в нормальных условиях должен заботиться о них, не так, как о нас. О нас, он может добыться в гораздо меньшей мере, мы солдаты. А женатые священники – это люди, которых архиерей обязан проявлять, и проявляет заботу и внимание. И, конечно, после Господа и архиерея надо упомянуть обязательно их жены, и жен матушек, на которых опора очень важна для женатого священника. И в большинстве своём, в нормальных условиях, они эту задачу выполняют, и мужей своих не просто поддерживают, а по существу служат частью их священнического служения. Даже вплоть до того, что в приходах таких, ну, более патриархальных, в сёлах где-то, может, и в городах, не знаю, кое-какие дела с прихожанами, с прихожанками, конечно, берут на себя жены священника. Есть вещи, которые женщина, прихожанка, православная прихожанка, будет скорее обсуждать с матушкой, с женой священника, чем с самим священником. Ну, понятно, касающиеся это женских дел, семейных дел, интимных дел, может, она и не рискнёт священнику это, так сказать, вентилировать, а прежде поговорить с женой. И мы это видим, и это очень хорошо и правильно. Господь им в помощь. Есть надежда на то, есть некий импульс, что в нашей церковной жизни ещё будет дальнейшая какая-то особая забота проявляться о семьях священников, особенно молодых, которые финансовым образом стеснены, и организационно не очень устроены. Ну, я сам наблюдаю, как молодым священникам епархия даёт всевозможные полезные готы, и финансовую помощь, и организационную помощь, и, слава Богу, дело движется и идёт. Вот подавляющее большинство духовенства в нашей церкви – это женатые священники. Хотя вы видите монашствующих, вы видите и монахов, и гуменов, и мандритов, они так на поверхности здесь фигурируют. А служебное дело, службу ради людей несут, конечно, в основном женатые духовенства. Да поможет им Господь. Игорь Негода. Игорь Негода.